Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, давайте сегодня обсудим важную тему, а куда, собственно, вкладывать деньги, если вдруг они у нас завелись. Сегодня об этом более подробно. Также напоминаю, что провожу индивидуальные инвестиционные занятия. Если вы хотите начать инвестировать, но не знаете, как это сделать, пишите мне в Телеграм, ссылочку найдете в описании. Ну и также традиционно, перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Ну, давайте сегодня обсудим самые разные вариации, куда, собственно, деньги можно пристроить. Ну и начнем, наверное, от самого бесполезного. Сначала я рассмотрю те возможности, которые, на мой взгляд, самые ошибочные. Ну и главное, друзья, это ничего с этими деньгами не делать. То есть, если они у вас вдруг завелись, это просто оставить их дома, ну, как говорится в народе, да, под подушкой. То есть, хранить их в тумбочке, где-то, я не знаю, спрятать в шкаф. Это самая большая распространенная ошибка. Люди, которые не обладают достаточной финансовой грамотностью, считают, что таким образом их деньги находятся в безопасности, потому что к банкам нет доверия, к государству нет доверия, фондовый рынок это вообще черт знает что. Что, допустим, на какую-то крупную покупку не хватает. Ну и вот у людей какие-то суммы там 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, у многих, я думаю, может быть даже и миллионы, хранятся дома в квартире, друзья. Это очень большое заблуждение, недоразумение, что таким образом вы действуете грамотно. Нет, друзья, конечно же, есть возможности ваши деньги инвестировать и заставить их работать на вас, даже с минимальным риском. Да, этот процент, этот доход будет невелик, но это в любом случае куда лучше, чем они лежат у вас в квартире и, друзья, обесцениваются. В этом большое коварство наших с вами сбережений, которые мы не опускаем в оборот. Есть такое понятие инфляция, то есть ваши деньги, они никуда не испарятся, как вы положили себе под подушку, например, 100 тысяч рублей, так у вас 100 тысяч рублей в конце года и останется. Но при этом, к сожалению, на эти 100 тысяч рублей вы сможете купить себе меньше товаров, чем в начале года. Этот процесс идет вне зависимости от нашего с вами желания. Ну, по официальной информации, в России инфляция составляет сейчас около 4%, но в реальности товары потребительского спроса, товары первой необходимости, они дорожают даже быстрее. Поэтому, друзья, если таким образом ваши деньги будут лежать несколько лет, то к концу этого периода вполне возможно вы вообще ничего не сможете на них купить. И если раньше на эти 100 тысяч вы могли себе позволить, например, съездить куда-то отдохнуть, накупить хотя бы какой-то бытовой техники, то пройдет 10 лет и вполне возможно вы едва-едва на эти деньги купите себе буханку хлеба. У нас в стране бывали даже такие ситуации. Вариант второй, который мне тоже, если честно, не нравится, но многие считают, что необходимо деньги тут же тратить. Живем мы один раз, поэтому неизвестно, что будет завтра. Ну, заработал ты, грубо говоря, 100 тысяч рублей. Надо все 100 тысяч рублей в этом месяце и потратить. Заработал ты в следующем месяце 20 тысяч рублей. Ну, собственно, живешь на 20 тысяч рублей. То есть живешь сегодняшним днем, а завтрашним днем не задумываешься. Ну и таким образом многие люди в период, когда они хорошо зарабатывают, они, в общем-то, хорошо и довольно роскошно внешне, во всяком случае, живут. То есть лишние деньги тут же расходуются на какие-то элементы, атрибуты комфортной жизни. Ну, вот на картинку я поставил машину, но не обязательно машина, друзья. Это обновление телефонов регулярное. Вышел там какой-нибудь новый iPhone или еще какой-нибудь телефон крутой. Ты сразу же старый продал практически там за бесценок. И пошел, потратил деньги, купил себе новый. Который, по сути, точно такой же. Ничего нового там в нем принципиально не будет. Он будет так же звонить, так же фотографировать. Но ты зато в тренде. Друзья скажут, вау, ты модный. Вот. Ну и то же самое можно сказать про одежду, компьютеры, бытовые техники. Отдых постоянно там несколько раз в год, возможно. Ну, хотя отдых это отдельная категория. Она, безусловно, обсуждаема. Но я имею в виду какие-то вещи, без которых мы в целом, наверное, могли бы обойтись. Ну, то есть старый iPhone послужил бы нам еще вполне, возможно, несколько лет. Но мы считаем необходимым покупать новинки. Покупать какие-то новинки и жить от зарплаты до зарплаты. Это, друзья, тоже неправильное мышление. Это ошибочное финансовое поведение, которое аукнется вам попозже. Когда вы в скором времени обнаружите, что зарабатывать вы можете все меньше и меньше. Что ваш возраст уже не позволяет вам быть таким энергичным. Что зарплата ваша не растет. Что вы начинаете уставать. Ну и потом, когда вы перестанете зарабатывать совсем, а у каждого из нас наступает и такой момент. В результате болезней, ну, либо естественного старения. То мы обнаружим, что все, что мы накопили, это наши айфоны, машины, которые тоже, к сожалению, износились. И по большому счету ничего у нас за душой нет. И потом уже, наверное, мы будем себя за это корить, казнить и думать, да что же, я вот не откладывал хотя бы по чуть-чуть. Сейчас бы вот жил на эти денежки. А, друзья, поезд наш, к сожалению, уже ушел. Ну и давайте теперь уже от бесполезных советов к полезным. Многие считают, что самая лучшая инвестиция – это инвестиция в себя. Ну, в частности, например, в свое образование. Да, друзья, если рассматривать нас самих как инструмент зарабатывания денег, то есть мы, по сути, наш самый главный актив. Если мы, допустим, поставим цель себя прокачать, каким-то образом развить, то наш инструмент, то есть наше тело, наши мозги, наши руки, ноги, они будут приносить нам еще больше денег. То есть мы можем получить какое-то дополнительное образование, ну и не обязательно для этого идти, например, в ВУЗ и 5 лет там очно сидеть. Нет, сейчас есть очень гибкие возможности для этого, какие-то онлайн-курсы. Ну, друзья, например, захотели вы подтянуть английский язык? Легко, платите денежку, при желании это даже можно сделать и бесплатно. Ну, нанимаете репетитора, какая-то классическая схема. Занимаетесь, подтягиваете язык, у вас получается дополнительный скилл. То есть вы на рынке труда становитесь уже более привлекательным, потому что вы владеете дополнительным навыком. Возможно, этот навык позволит вам зарабатывать больше, вы расширите круг перспектив, каких-то вариантов для заработка. Может быть, ваш работодатель предложит вам какую-то более привлекательную вакансию, для которой как раз требуется знание языков, для вас откроется возможность заграничных командировок. И кто знает, к чему это все приведет, возможно, в перспективе вы окажетесь вообще в какой-то другой стране, в другой среде и, ну, вот таким образом масштабируете свой доход. Так что, друзья, инвестиции в себя – это действительно классная, хорошая вещь. И если выбирать между какими-то нематериальными денежными вложениями, мне кажется, собственное образование и собственное развитие – это вообще вещь, которая находится на первом месте. И об этом никогда не нужно забывать. Надо учиться каждый день, каждый день надо постигать в своей жизни что-то новое. Если это что-то новое требует финансовых вложений, требует оплаты, мне кажется, на этом экономить никак не стоит. Ну, друзья, самый простой, наверное, вариант. Если у нас завелась какая-то денежка, надо отнести ее в банк. Если вы ничего не понимаете в фондовом рынке и не хотите понимать, ну, хотя бы, друзья, поднимите попу с дивана и сходите в ближайший. Да пусть это даже будет Сбербанк, хотя если это будет коммерческий банк, конечно, процент по депозиту вы найдете повыше. Но на момент, когда видео я записываю, процент по депозитам сейчас 4,5-5, ставка 4,25 у нас ключевая. Но это лучше, чем ничего. Хотя бы вы спасете свои деньги, ну, либо часть своих денег от инфляции. Безопасность банка, друзья, крайне высока. Не слушайте страшные истории о том, что банк разорился, банк обанкротился. Да, если вы будете вкладывать в какой-то урюпинский районный банк, риски существуют. Секрет очень простой. Выбирайте банк из числа топ-30, может быть, топ-20 по стране. Тогда с ним не случится никаких проблем гарантированно. Ну и, естественно, не оставляйте в одном банке сумму более 1,4 млн. Эта сумма будет застрахована. И с ней страшного точно ничего не будет. А если вы выработаете вот эту систему накомплений, с нее можно начать, то есть заработали немножко денежек, отложили минимум 10% от зарплаты, положили на банковский депозит. Да, курочка по зернышку, поначалу эти суммы не будут вас впечатлять. Но со временем вы обнаружите, во-первых, важную особенность и важную положительную черту в своем поведении. Вы начнете сберегать и сохранять деньги. Не будете жить от ЗП до ЗП, а это самая большая беда. И со временем вот эта сумма, она начнет копиться, копиться, копиться. И это, друзья, тоже не самый плохой вариант. Начинайте с банковских вкладов, если вы вообще не приемлете никакого риска. Ну и вариант для тех, кто уже подсобрал какую-то сумму, это, друзья, покупка недвижимости. Недвижимость во все времена вещь хорошая, нужная. Можно купить как коммерческую недвижимость, можно купить, собственно, недвижимость жилую. Это варианты в любом случае эффективные. Поэтому, если вы не хотите заниматься, скажем, каким-то активным видом заработка, то покупка квартиры – это, во-первых, способ свои деньги сберечь. Потому что квартиры редко дешевеют на длинной дистанции. Недвижимость тоже имеет свойство дорожать. В квартире можно жить самому. То есть вы улучшите свои жилищные условия. А можно придумать возможность, например, заработка на этой инвестиции. То есть либо сдавать квартиру, либо сдавать коммерческую недвижимость. То есть это то, что будет требовать от вас не очень больших усилий. Но при этом это хороший способ припарковать денежную сумму. Но при этом, естественно, надо понимать, что деньги для покупки такого рода вещи требуются уже очень большие. То есть для этого надо будет копить. Ну, безусловно, наверное, лучшим вложением заработанных денег считается собственный бизнес или собственное дело. Но для этого, безусловно, необходимо обладать определенными способностями, определенным складом характера. Не все способны заниматься бизнесом. Надо признать это, друзья. Не у всех есть какие-то умственные данные для этого, организаторские данные, усидчивость. То есть должна быть какая-то хватка. Но при этом, если вдруг вы это в себе обнаруживаете, надо обязательно как минимум попробовать это дело. Можно начать с чего-то небольшого, несложного. Ну, традиционно это купи-продай, да, либо открыть какой-то небольшой магазин парикмахерский. Ну, вот самые стандартные стартапы, которые в основном в интернете, например, фигурируют. Ну, желательно, чтобы это было что-то, чем вы сами занимаетесь, в чем вы разбираетесь. Ну, и при этом, если вы этот бизнес поставите на поток, наймете людей, то в перспективе это можно превратить в пассивный доход. То есть бизнес будет работать с вашим минимальным участием, хотя совсем без вашего участия он работать, наверное, не сможет, и приносить вам доходность. То есть принято считать, что доходность от собственного бизнеса, она, наверное, максимальная, которой можно добиться. Поэтому, друзья, пробуйте, кто не пробует, как говорится, тот и не пьет шампанского. Главное оценивать, грамотно оценивать риски, ну и не попасть на огромные суммы, не угодить в серьезные долги. То есть действовать размеренно, взвешенно, ну и при этом попытаться максимум уделять этого внимания, тогда вам вполне может сопутствовать успех. Ну и, друзья, закончу я фондовым рынком. Это то, о чем я рассказываю на своем канале. На фондовом рынке можно получать как активный доход, то есть можно торговать, чего я вам не советую делать. А можно получать доход пассивный, вы вкладываете свои деньги и, по большому счету, при ваших минимальных усилиях они приносят вам постоянный стабильный доход. Вы ничего для этого не делаете. Вы в некоторых случаях корректируете свой портфель. Ну и главная ваша задача – это регулярно откладывать от своей основной зарплаты, пополнять, пополнять, пополнять и на эти деньги докупать новые активы. Об этом я более подробно вам рассказываю. Если делать все осторожно и разумно, то вполне можно добиваться на длинной дистанции доходности в 10-12 годовых. Можно даже и больше. Бывает 12-15 годовых. В этом году, например, моя доходность превышает 20%. Поэтому все, друзья, исключительно в ваших руках. Поэтому, если вы планируете начать этим заниматься, начните с того, что подпишитесь на мой канал. Ну и я расскажу вам, как это делаю я. Вы посмотрите. Если вам понравится, попробуйте сами. Все. Всем, кому понравилось, поставьте лайки, если не трудно. И хорошего вам дня, друзья. Пока-пока.